Часть вторая. Первые дни в Кибуце. Подзаголовок 22. Речь премьер-министра Голды Меир в Кибуце Ревевим. Песах, 1969 год. В один из вечеров праздника Песах 1969 года, несколько недель спустя, после того, как Голды Меир была избрана на высокий пост главы правительства, она приехала погостить в Кибуц Ревевим. Все члены Кибуца собрались в столовой встретить гостю и поздравить ее. Выслушав слова приветствия, Голды Меир обратилась ко всем присутствующим. «Если я не признаюсь, что очень взволнована, то ведь вы все равно заметите это. Такому человеку, как я, которому посчастливилось много ездить и участвовать на разных вечерах и банкетах, и особенно среди евреев в Соединенных Штатах Америки, хорошо известен этот торжественный обычай говорить похвальные слова в честь гостя. Ты сидишь себе и прекрасно знаешь, что нужно продолжать сидеть и выслушивать хвалебные речи до конца. Дело доходит до того, что ты даже не уверен, что речь идет о тебе и что это касается именно тебя. В конце концов, ко всему ведь привыкают. Однако в нашей стране, и тем более в Кибуце-Ревевим, такое нечасто бывает. Отсюда моя взволнованность и возбуждение. Я всегда восхищалась тем, как у нас в Кибуце умеют устраивать праздничные вечера и встречи. Есть здесь какое-то особое очарование, какого не увидишь ни в одном другом месте. И в этом вы отличились и на этой встрече. Может быть, есть такие, которые не знают, что у меня особый интерес к Кибуцу-Ревевим. И не только по той причине, что здесь живет моя дочь и ее семья. Когда я оставила Соединенные Штаты Америки, я поехала в Эр-Цесраэль, однако не просто в эту страну, но и в Кибуц. Нельзя сказать, что я много знала о коллективах Кибуцов в 1921 году. В Америке я встречала отдельных людей, прибывших из Эр-Цесраэль. Среди них были Бен-Гурион, Бен-Цви, Яков-Зрубавел и Хашин. Эти четверо были изгнаны из страны турецкими властями и приехали в Америку, в наш город, в Милуоки. Они рассказывали очень много об Эр-Цесраэль и очень мало о Кибуце. Я знала, что Сиркин делает большую работу в области создания сельскохозяйственных кооперативов в стране. После Первой мировой войны он был послан в Эр-Цесраэль как представитель рабочей партии по Алле-Цион, чтобы выяснить, что требуется для страны и подготовить программу работ. Особое внимание он уделил вопросу создания рабочих кооперативов в стране, и в сельском хозяйстве, и в промышленности. И вообще он рекомендовал строить нашу страну на кооперативных началах. Не могу утверждать, что, будучи в Америке, я достаточно знала о том, что здесь делается, но твердо знала и была уверена, что сразу же после приезда в страну я пойду в Кибуц. То, что в Кибуце Мерхавья решили принять нас только после третьего общего собрания, случилось потому, что решали этот вопрос молодые парни из тех, что отслужили в военных подразделениях американской армии, в основном американцы, считавшие себя специалистами, знающими характер и умения американских девушек. Они и установили, что нельзя нас принять в коллектив, и не только потому, что я американка, но и за то, что мы уже молодожены. Они были холостые ребята и хотели, чтобы в Кибуц поступали девушки, а не семейные. Возражали также и отдельные девушки в Кибуце, которые работали здесь уже около восьми лет и наслушались, может быть, от тех же парней, что такое американские девушки. Действительно, мы не выдержали долго, и по прошествии трех лет были вынуждены оставить этот Кибуц по разным причинам. Впоследствии я много думала о том, что, может быть, они были правы, когда они не хотели принять меня. Во всяком случае, одна из больных струнок в моей жизни вот уже почти пятьдесят лет — это то, что действительно я не смогла выдержать ритм жизни в коллективе Кибуца. Но то, что дети мои находятся здесь, является для меня вознаграждением. Все же мы добились своего, и не все пошло на смарку.